Всем огромный привет! Сегодня мы с вами поговорим об особенностях английских домов, об особенностях лейаутов, то есть планировки дома, квартиры. На самом деле у них очень много особенностей, и так как мы переезжали, мы смотрели очень много разных домов и квартир, я вдруг вспомнила, что когда я приехала в Англию, для меня было очень странно то, как у них всё это расположено, какие-то особенности в квартирах и в домах. И поэтому я подумала, что сейчас самое время вспомнить всё, что я видела необычно, всё, что мы видели сейчас, когда смотрели квартиры, дома, и рассказать об этом вам, потому что мне кажется, это будет очень интересно, потому что на самом деле очень много чего отличается. Итак, самое первое, с чем вы столкнетесь, это то, что в Англии очень много каких домов и квартирах окна до сих пор деревянные. Я ничего не имею против деревянных окон, которые плотно закрываются, которые тёплые. Я говорю о деревянных окнах, которые дырявые, прогнившие, которые плотно не закрываются, которые в одно стекло, и от них толку, если честно, вообще никакого нету. И не то, чтобы их нельзя было менять, как, например, в Амстердаме, насколько я помню, в Амстердаме нельзя менять окна на главных улицах, потому что это как бы историческая ценность. В Англии их менять можно, но никто не хочет их менять. Да, много где уже поставили новые окна давным-давно, но почему-то некоторые считают, что прогнившие окна это очень круто. В общем, хозяева просто не хотят тратить деньги, зная, что они всё равно сдают квартиры, потому что Лондон это город, в который постоянно кто-то приезжает, уезжает, люди приезжают работать, заработать деньги, им всё равно, где они будут жить. Они знают, что их квартиру всё равно снимут, даже если она будет холодная, если в ней будут дырки в окнах, в стенах, то есть никто ничего не хочет делать. Сдают и такие дома, и они сдаются ещё и по нормальной цене. Продолжая тему холода в английских домах, нужно упомянуть о тонких стенах. На самом деле в Англии очень многие дома практически картонные, они построены в один кирпич. То есть дома очень холодные, плюс прибавьте к этому деревянные окна с одним стеклом, окна, которые с дырками прогнившие. В итоге вам будет очень-очень холодно, даже осенью. Я уже молчу за зиму, вы будете просто работать на отопление. Очень важно, когда вы смотрите дом, либо же квартиру, смотрите на то, насколько толстая стена, сколько кирпичей хотя бы построен в ваш дом. Потому что это действительно большая проблема, потому что в Англии жара бывает очень редко. И в основном вы будете жить в прохладное время, и будет просто так, что на улице будет теплее, чем у вас в доме. Поэтому тёплые стены, это очень важно. Ещё один прикол, который во многих квартирах и домах в Англии, это раздельные краны. Притом раздельные краны не только в туалете и в ванной, но и на кухне, я не знаю для чего. То есть холодный кран и горячий кран. И на кухне холодный кран и горячий кран. И вот что хотите, то и делайте. Берите, затыкайте пробкой, смешивайте там вот это вот всё. Я не знаю для чего это делается. Мы уже всё-таки в 21 веке живём, не 18 век на дворе. Для чего до сих пор ставят эти краны. Вообще, понятия не имею. Также может быть такой прикол, что у вас в доме или в квартире не будет ванны. Если для вас это актуально, ванна, то это, конечно, будет проблема. То есть может быть просто душ, и все будут говорить. Очень большая ванная комната. Вы зайдёте, увидите такую маленькую комнатку, в которой будет маленький душик, умывальничек вот такой вот маленький, где только ручки можно помыть. Ну и унитаз, соответственно. То есть у них вообще понятие пространства очень странное. Для них большая квартира, это лично для меня очень маленькая квартира. Поэтому надо искать очень-очень большую квартиру, чтобы квартира была нормальных размеров. Несмотря на то, что у вас может не быть ванной, но будет душ, да, у вас может быть два туалета. То есть две ванны, но без ванны, а с душем. То есть, опять же, если вы хотите такое убирать в два раза больше, у вас будет два унитаза, два душа, два умывальника, то пожалуйста. Но, если честно, я не особо люблю такое, чтобы было сразу два туалета. Не знаю, если это, например, двухэтажный дом, тогда есть смысл, чтобы было на первом этаже, на втором. Ну, а если это один этаж, то вообще смысла не вижу, если честно. Еще у них очень интересный прикол с тем, как они считают комнаты. То есть, например, мы говорим о двухкомнатной квартире. То есть сколько по вашему комнат должно быть в двухкомнатной квартире в Англии? Две комнаты, да, раз она двухкомнатная. А вот и нет, в Англии двухкомнатная квартира будет иметь три комнаты. Потому что в Англии считается не комнаты, а bedroom. То есть спальни. Сколько спальни, столько, так она и будет называться. То есть, например, two bedrooms flat. Это значит, что у вас две спальни, еще есть living room, то есть типа как зала, такая большая комната. Соответственно, туалет, ну и кухня, да, это может какой-то storage space. Какая-то типа кладовка или что-то такое. Если у вас one bedroom flat, то скорее всего, что у вас будет просто спальня и living room вместе с kitchen, вместе с кухней. Либо же, если повезет, будет это living room или зала, она будет отдельно. Прикол с living room в том, что обычно она намного больше, чем вся квартира вместе взятая. То есть у них почему-то так строят, что спальня это маленькая комната, в которой стоит кровать и шкаф. И скорее всего шкаф встроен, то есть это будет built-in wardrobe. Да, то есть он встроенный прям в стенку. Либо же, если повезет, это может быть walk-in wardrobe, то есть это будет как ниша, такая как комнатка, в которой будет гардероб. Но спальня будет очень маленькая, в нее поместится только кровать и какая-то может тумбочка, что-то такое. Остальную площадь квартиры или дома занимает living room. Это большая комната, зал, в которой по идее должна семья собираться, смотреть телевизор, я не знаю, общаться, кушать. Living room скорее всего будет и вашей столовой комнатой, в которой вы будете кушать. Некоторые living room, что мне очень не нравится, соединяются с кухней. То есть кухня называется open plan kitchen. Это кухня, на одной стене будет кухня, умывальник, холодильник, печка. И сразу же это все переходит в зал. То есть все, что вы готовите, все это пахнет и в вашем living room, и весь этот жир садится вам на телевизор. В общем, не знаю, мне лично такого плана не нравится квартиры, когда кухня связана с комнатой. И как бы вытяжка хорошо не работала, все равно какие-то запахи, ну не знаю, мне лично такое не нравится. Но здесь очень много где кухня именно open plan. То есть она именно вместе со столовой и living room вместе идет. Также еще прикол, если вам скажут, что ваша квартира находится на втором этаже, это значит, что ваша квартира находится на третьем этаже. Потому что отчет в Англии ведется не с первого этажа, а с ground floor. То есть первый этаж это ground floor, второй этаж это first floor, третий этаж это second floor, ну и так далее, вы поняли, да? То есть если вам скажут, что квартира на первом этаже, и вы, например, скажете, на первом этаже я не хочу на первом этаже, если вы не любите первый этаж, то на самом деле это второй этаж. Вот такая тоже особенность. Также есть такие квартиры, которые находятся в домах, то есть со стороны это кажется как будто бы частный дом. Но на самом деле это split level flat. Например, вы видите один вход, но два звонка. Это значит, что когда вы зайдете, там будет коридорчик небольшой, дверь в квартиру, которая наверху этого дома находится, и дверь в квартиру, которая находится внизу этого дома. То есть вот такой еще может быть дом. То есть вы будете думать, что это на одного хозяина, на самом деле это на двоих. Также может быть дом с двумя входами. Это получается квартира на первом этаже с садом, и на втором этаже будет лестница, и ваша квартира будет на втором этаже, и также будет лестница, чтобы вы могли спуститься в сад. Или же может быть так, что у вас сада вообще не будет. То есть есть такие частные дома, в которых у вас не будет сада все равно. Дальше еще один такой интересный момент. Очень во многих квартирах и домах я не видела над окнами карнизов. То есть шторы или гардины, или тюль, как называют, да, по-моему, правильно, тюль. Вообще не предполагается, что она будет там висеть. Ну, я не знаю почему. Почему? Ну, как-то так, во многих и есть карнизы, но очень во многих их почему-то нет. То есть, видимо, шторы там не нужны, потому что, скорее всего, вместо этого у вас будут жалюзи, либо же деревянные жалюзи, если это Victorian Style House, там особенное строение дома. Либо же это будут просто обычные жалюзи. Ну, вот такая особенность. Еще может быть такой прикол, что в вашей квартире или доме, если это квартира в доме, да, как Split Level Flat, у вас может быть камин. А может быть даже два камина. А может быть даже три. В каждой комнате по каминам. Он, скорее всего, будет нерабочий, потому что обслуживание камина, на самом деле, стоит довольно-таки недешево. Скорее всего, он будет нерабочий, а просто, ну, как бы для красоты. В более новых квартирах и домах уже камина нет. Также при ремонтах их очень часто убирают. Просто видно такой выступ, то есть, что там вроде бы как был когда-то камин. Также есть как старые дома, так и есть супер модные, ультрасовременные какие-то дома, такие стеклянные дома. Дома, опять же, такому как нравится, мне лично больше нравится жить в таких районах, где более старые дома, где чувствуется вот эта вот история города, где ты понимаешь, что ты живешь в Лондоне. А не когда ты просыпаешься, как будто ты в гостинице, все такое новое, модное, суперсовременное. Мне такое лично не подходит. Но, опять же, это вкус каждого, каждый выбирает квартиру на свой вкус. Да, я еще не сказала по поводу туалета, то что если у вас есть, например, два туалета в квартире, то, скорее всего, один туалет будет вместе со спальней. То есть, это как N-Suite будет, по-моему, так называется. То есть, у вас спальня, walking wardrobe и, например, возле него туалет. То есть, вот так вот. А второй туалет уже где-то возле кухни и living room будет находиться. Ну, примерно, примерно как-то так. В общем, вот такие вот особенности я заметила. Я надеюсь, что вы узнали что-то интересное и новое. Напишите, пожалуйста, в комментариях, о чем вы не знали. Знали ли вы о том, что этажи считаются не с первого этажа, а с ground floor? Знали ли вы, что двухкомнатная квартира в Англии на самом деле это трехкомнатная квартира? Знали ли вы, что living room у них самая большая комната в доме? Напишите мне, очень интересно. Также, если вы живете в Англии или жили, или вы знаете какие-то особенности, которые я забыла назвать, или, может быть, я их тоже не знаю, напишите их тоже в комментариях. Будет очень интересно почитать. Ну, а мы увидимся с вами в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok